Мы все можем быть героями, ведь герой это обычный человек, который постоянно находит в себе силы и мотивацию предпринимать что-либо для развития. И сегодня герой нашего выпуска Валерий Бочкарев. Многократный рекордсмен и чемпион России и мира, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, автор и ведущий трансформационных тренингов, а также автор книги «Я боюсь или думаю, что боюсь?». Поговорим про страх, что дает его преодоление и про экстремальные телесные практики. Я с Валером познакомились на моем углехождении и гвозди прыгания. Да, что мы только не делали с тобой. Было очень интересно. Страшно. Вечер без страха, да? Вечер преодоления страха. И вот очень хотелось бы эту тему немножко раскрыть. Я хочу сказать, что Николай, мы с тобой на одной волне. Как и я, ты любитель тоже вот этих всяких экстремальных вещей. Да, поэтому я… Это высказывание «Страшно интересно», мне кажется, что оно тебе тоже близко. Я помню, запомнил. Да, да, это слово. Но оно классное просто. В нем складывается страх, он просто блокирует нас, да? То есть мы боимся и точка. А когда появляется страшный интерес, такой интерес и страшный, и интересный. Потому что мы же понимаем, что за страхом всегда есть какой-то потенциал скрытый для нас. И когда мы туда шагаем, грамотно шагаем, вырабатывается огромное количество энергии, которую можно потом направлять на созидание. И когда ты вообще вырабатываешь вот эту модель, когда ты управляешь этим страхом, вообще ты становишься с безограничными возможностями. Это очень ценный ресурс, особенно в наше время, когда большинство людей у нас немного замкнуты, зажаты. Смотри, это же не только про физиологию, да? Зажаты не только физически, а ведь основные страхи, которые накладывают отпечаток на нашу жизнедеятельность, они у нас в голове. Можешь ли ты пояснить, рассказать, что это людям дает в жизни? С какими вопросами, запросами и проблемами приходят? И с какими решениями уходят из своих тренингов? Ну, во-первых, все взаимосвязано. То, что тело, эмоции, это все взаимосвязано. Если мы, как правило, заболевая тело, сначала какой-то есть эмоциональный аспект, то есть какие-то есть эмоциональные зажимы, есть какой-то негативный опыт или какая-то болевая история, которая связана с какой-то травмой. И сначала она происходит, а потом уже все это идет в тело. Когда выстраивается уже модель, когда человек зажимается эмоционально, зажимается и тело. И ты видишь физически, что ты можешь уже сейчас определять, как физически человек выглядит, какая у него походка, как двигается, что у него внутри? Да, мало того, на лице всегда все написано. Даже когда человек приходит, и у него какая-то такая эмоциональная, он боится, глаза бегают или что, можно сказать, по лицу уже. И тело, конечно, тоже, это или перекошено, или зажато, от него дотрагивается гвозди, например. Это же ведь тоже показатель. То есть гвозди – это, как сказать, индикатор твоих воспалительных процессов. Есть люди, которые встают, встают на гвозди, и могут стоять на них очень долго, и вообще не понимают, а что здесь такое? А некоторые и прикоснуться не могут. Есть люди такие, говорят… Потому что убеждены, что это, наверное, еще там вред? Нет, потому что много воспалительных процессов. То есть еще раз говорю, гвозди, они как провокация. Все, что внутри, соединяется с физикой. Вот как раз физика и эмоциональная. Если у тебя много боли, которые ты зажал внутри, то это как бы сстаешь на вот эту телесную практику, и оно все изнутри как бы подымает. И поэтому, когда человек говорит, что я просто высокочувствительный, помимо высокочувствительный, ты просто не вывозишь эту свою чувствительность. Ты зажимаешь. Человек очень много вносит в себе вот этих вот травм, эмоциональных зажимов. А гвозди, они помогают, во-первых, про, как это сказать, рассказать, что у тебя внутри, и мало того, еще и поработать с этим. То есть высвободить. А всем помогают? Вот гвозди, глихожилие. То есть вообще такое преодоление страха. Ну, я вспоминаю вот это движение. Для меня это почему-то было самым впечатляющим. Движение вот это... Горловое ломать стрел, да? Да. Когда палку ломать, да. Это одно... Но так она одна из самых мощных. Я специально тебе дал. Потому что это действительно страх в неизвестность. И это барьер. И здесь центр принятия решений, как раз именно этим центром, еще раз говорю, мы принимаем, делаем или мы не делаем. То есть ты когда-то вот это шагнул, ты фактически сломал некую преграду, которая, она мнимая, также и в жизни. На меня это мощно поделило. Да. Так оно еще развернется дальше. То есть это еще только начало. Ты можешь понаблюдать, как это может быть. То есть то, что я это помню, постоянно это срабатывает и влияет, да? Да. Да. Оно не только еще влияет, еще ушла эта история в подсознание. Есть вещи, которые ты даже еще и не можешь осознавать. То есть ты вдруг что-то переключил, какой-то переключатель. То, что сознательно мы это сделали, а опыт перешел куда? В подсознание. И в подсознание вот эта вот модель, она и кажется, что я могу это сделать. И вообще классно, чем эти практики мне нравятся, то, что они вырабатывают модель поведения, при которой можно достигать любых целей. Вот мы по углям походили. Если это сделать несколько раз, мы выстраиваем новые нейронные связи, которые помогают человеку совершенно по-другому ходить. Вот ты представь в жизни, ты видишь, и тебе страшно. То же самое и на углях. Ты видишь эту дорожку, страшно. Но ты идешь, работая со своим страхом, преодолевая, управляя этим страхом. Первый раз особенно сделать шаг было. Конечно, потому что ты не знаешь. А там будет от второго, третьего. А там будет якориться. Ну то есть есть же ведь нейронные, это ты пережил опыт. А когда ты сделал несколько раз, и причем это сделал в максимально уверенном своем шаге, ты выстраиваешь нейронные связи. То есть протаптываешь новую, выстраиваешь прям вот четкую вот эту вот дорогу, которую он помогает именно достигать. Тогда, когда у тебя будет еще какое-то мероприятие, групповое, возможно, напиши мне. Да, да, да. Второй раз, это еще классно. Именно первый раз ты это сделал, ну просто сделал, а второй раз это сделают осознанно. Уже так, я уже это помню, я уже сталкивался с этим. Мне теперь надо сделать осознанно, прочувствовать каждое движение. Потому что многие делают это, ну нужно сделать. То есть это сделать ради того, чтобы сделать. А здесь ты делаешь осознанно, чувствуя каждый шаг, чувствуя свое вот это, вот я сейчас это чувствую, вот этот вот страх, сейчас я это. То есть происходит более осознанные вот эти вот движения. Немножко критики такого, ну возможно такого, хотелось бы подтверждения. Вот смотри, если речь идет о этой палке, стреле, которую сломают, то доверяя тебе и понимая, что я приехал к специалисту, к рекордсменам книги рекордов Гиннесса, что маловероятно, что ты меня проткнешь, потому что тем более мы снимали это на видео, и ты понимал, да, что людям не должно, твоя деятельность не должна причинить. Вопрос такой, что физически я предполагал, что есть какой-то момент, что мы думаем, что это точно проткнет, потому что очень, да, большое давление. Это возможно было теоретически или нет? Именно с этой нет. Все, что я делаю, оно при определенных обстоятельствах не наносит в реальность. То есть это... Это работа со страхом, а не с возможностями, где ты, ну знаешь, на тоненького 50 на 50 получится, не получится. Типа русская рулетка, да? Да. Вот послушай меня, это очень важный момент. Я работаю со страхом. Именно что у тебя возникнет, потому что если ты понимаешь, что с тобой, ну ничего не случится, так как я есть рядом, и специалист, который объясняет, что это возможно, есть опыт, значит, ты доверяешь. Но есть люди даже, которые не доверяют, у которых скелеты, даже сколько бы я ни говорил, и что бы я ни сделал, все равно, да нет, ты чего, это вообще. И это уже деструктивный страх очень высокого порядка. Как раз это ты именно прокачанный, для тебя может быть некоторые вещи непонятные. Но все равно есть точки входа, почему я делаю много, у меня много практик. Я могу с любой стороны зайти к твоему страху. И задача здесь, понимаешь, этот страх не подавить, а чувствовать его. Вот он приходит. Преодолеть. Ты все равно чувствовал, согласись? Конечно. Вот. И вот задача уметь преодолевать его. Вот это научиться как бы натренировать. Шагнуть неизвестность. Да, шагнуть неизвестность. Делать это всегда именно с позиции страшно и интересно. То есть я любой. И что во мне возникает? Может быть, я что-то не знаю, но я знаю, как работать с этим страхом. Я знаю, как общаться со стражем. Я просто беру. Мне страшно. О! Я его почувствовал. Мне это говорит. Помнишь, я говорил? Это такой страшник, который мне говорит. А дальше что? Только мое время изучить. Если это может делать каждый, почему я это не могу сделать? Это хороший вопрос. А дальше есть у меня желание этого сделать? Если есть, если это меня развивает, все, я просто узнаю технику безопасности, в этом грамотно, осознанно подхожу и делаю все. Это алгоритм здорового, нормального человека. И в этом позиции страх, он еще раз говорю, он не хозяин. Он именно союзник. И задача его не подавить, не его побороть, а научиться им управлять. Он всегда, это инстинкт самосохранения, который необходим для того, чтобы... Все-таки он снижает риски, да? Да, он показывает о том, что у вас может быть риск, а дальше ты осознанно к нему подходишь. Потому что он, вот эти вот фаны, которые происходят, там, страшно, не страшно, ему все равно. Он работает очень примитивно. Этот сигнал очень примитивен. Он просто как бы первобытный, когда вот людям надо было выживать, и он сейчас сохранилось. Нам во многих сейчас случаях выживать не надо, но он работает вот так вот на примитивном сознании. И надо просто уметь этим страхом управлять. Там, где мы действительно опасность, мы боимся, а где, извини, подойти там к девушке, что-то сделать, какое-то дело, мы тоже боимся, мы с этим работаем. Потому что 90% наших страхов, они не обоснованы. Это не я сказал. Что, вероятно, никогда бы в жизни и не случилось. Совершенно верно. Совершенно. Только вот с этим и надо работать. То есть с реальным страхом, зачем с ним работать? Его нужно просто, еще раз говорю, его оттачивать. Инстинкт самосохранения, послушай, это тот инстинкт, который необходим просто. И мало того, его можно оттачивать. Если ты смотрел фильмы, когда помнишь такие боевики, когда какой-то супергерой лежит, спит, к нему подходит, как бы, пистолет, и он сразу же срабатывает. Это означает, что у человека очень круто развит инстинкт самосохранения. Как это может проявиться у нас? Вот смотри, вот когда-нибудь, вот если я стакан поднесу с водой, он начнет падать. Как ты отреагируешь? Постараюсь поймать его. Вот. А многие... И все. И он просто, и просто человек смотрит, как он падает. Так вот, я отследил за собой, что у меня такая реакция моментальна. Это как раз вроде бы безопасно, но моя интерпретация мозгу означает, что это экстремальная ситуация, и в ней нужно срабатывать. И это просто резкое срабатывание на автоматическом просто. Это как раз работа инстинкта. То же самое и за рулем. Когда ты едешь, Одни просто эмоционально В экстремальной ситуации Все, ситуация не моя Женщины бывает, очень часто поступают Когда какая-то ситуация складывается Либо ты резко Выезжаешь, выравниваешь Решаешь эту экстремальную ситуацию Это тоже инстинкт самосохранения И зачем с ним работать С этим страхом Зачем его бороть Его нужно вообще Как это сказать То есть он активирует Гормональная система Максимальная Адреналин Эндорфин, кортизол Все эти вещи Именно в краткосрочной истории Просто необходимы Проблема заключается в том, что мы в этом страхе живем То есть этот гормональный систем И кортизол постоянно работает Сажая нашу внутреннюю батарейку То есть постоянно Тревога, волнение На постоянной основе Приводит к тому Что мы себя просто сажаем Подобные мероприятия Каким образом работают? Уметь управлять своим Чтобы ты этот страх определил Отодвинул И сказал Да, ты есть Да Но я готов там Да Жить И реагировать в соответствии с ситуацией Я тебе еще скажу больше Я просто через страх Показываю Как осознанно Осознанно А вот эту книгу тебе Как раз подарил Там как раз Второе название Это новый взгляд на осознанность Как осознанно относиться к страху К риску К доверию Потому что мы Все делаем Бессознательно А когда мы Начинаем Распознавать Что страх Это не обязательно опасность Мы начинаем А где Вот опасно А где не опасно Вот этот внутренний алгоритм Вопросы внутренние Я сейчас боюсь Или думаю Что боюсь Это как раз Осознанный Взрослый подход Вообще К жизни Я считаю Это вообще необходимо Причем это во всем Давай разберем Да Многие люди Да вообще Мы все абсолютно В зависимости От детских ситуаций От ситуаций в жизни Формируем страхи Которые определяют Нашу реакцию В различных ситуациях Как помоги Людям Мне Разобраться Что идентифицировать Что это страх А не обстоятельство Которое должно влиять На мою реакцию На мои желания Возможно И как понять И научиться Взаимодействовать Чтобы быть свободным Чтобы действовать Не в соответствии С этим страхом Который по каким-то Жизненным обстоятельствам Возник И он теперь тобой Руководит И направляет тебя Взять его Обработать И реагировать По-своему Быть свободным Правильно я формулирую? Да, правильно Просто нужно сразу же Понять, что Страх Вот сразу разграничить Страх Я его всегда На своих мероприятиях Так говорю Он делится На реальную угрозу Это реальная угроза Это как раз Работа инстинкт Самосохранения И как раз с этим Ничего не надо делать Кроме как его увеличить Мы можем Этот инстинкт Самосохранения Слежаем риски Того, что она упадет Да, да Можно Действительно Можно делать Именно так И Второе Это как раз Деструктивные страхи Это надуманные страхи Это те страхи Которые появляются Как негативный опыт Как наш негативный опыт Появляется Вот как Первое Видим примеры Да Ситуация происходит С нами С нами личный опыт Согласись Это первый пример Когда мы сталкиваемся С негативным опытом Когда мы его пережили Случилось это Какая-то Не знаю, что это будет случаться Совершенно верно Но оно случилось И мозгу Этот опыт Ушел Миросенсорная связь Да Возникла И в следующих Смотри, как работает В следующих В таких же И похожих Ситуациях Если возникает Эта тема То Мозг работает Предупредительно Он сразу же говорит Что А дальше Мы не идем Мы разворачиваемся Вот в этом Как раз и есть Искажение Нужно понять Что для современного Человека С этим нужно бороться Тогда как Первобытного человека Или там В какие-то Доисторические Средние века Это спасало жизни И было нормально Безусловно Он не понимает Наступил туда Там болото Кто-то провалился Его чуть не затопил Он туда больше не пойдет Там опасность Так работает Да Еще раз говорю Личный опыт Второе Это наши установки Вот понимаешь Мы можем не переживать Опыт лично Но вот ты Как авторитетный человек Для меня Можешь мне сказать Например Что туда не надо идти Потому что там Вот опасно И я могу Твой личный опыт Взять Как за свой личный опыт И это становится Тоже В случае отсутствия Твоего опыта Конечно Да Но ты авторитетный Для меня человек И я могу Еще раз говорю Легко Даже подсознательно Не вовлекаясь Просто завладеть Твоим опытом А ты его просто передаешь Негативный опыт Свой личный Мне передаешь И я его завладеваю Это второй момент Вот этих деструктивных Страхов Как появляется И третий Это когда ты Не испытывал сам лично И Тебе никто не говорил Но ты стал случайным свидетелем То есть Это когда Либо Телевидение И вовлекся эмоционально Телевидение Например Да Очень сильно транслирует Эту историю Либо какая-то ситуация В парке ты шел Вдруг ты увидел Сам-то ты не проживал Это никак Ты просто это увидел Со стороны И для тебя Это стало опасно Если здесь произошло С этим человеком Страх со мной Может произойти То же самое Да Если бы не видел То не застрял Это бы не породилось Совершенно верно То есть получается Три эти вещи Это личный опыт Это установки И случайный свидетель Порождают негативный опыт Который нам мешает В дальнейшей нашей жизни И если мы с этим Не разбираемся То мозг Со своим алгоритмом Что в следующих Ситуациях Таких же И похожих Мы не будем допускать Столкновения И будем разворачиваться Либо бежать Либо бить Либо замереть Как правило У нас все-таки работает Тема Связанная с бегством Вот Ну в нынешней нашей ситуации Потому что мы такие Все Слабые Ну такие Какие-то Комфортные Женять Чуть-чуть по-другому Из четырех раз Когда я был в клубе Три раза меня выгоняли За драку А ну у тебя видишь Ну у тебя так работает Еще раз говорю Люди которые Наоборот Как это Дружны со страхом Или лезут Во все вот эти передраги Они работают По другой системе Я тебе говорю Не про тебя конкретно А вот про наше общество Да понятно Да ясно И я тебе могу Просто рассказать Как это Вот у меня есть пример Очень классный Как работает мозг Вот этот вот Когда зарождается Вот эта деструктивная история С С такой же И похожей ситуацией Вот представь Ты пришел в лес Пришел в лес Зашуршали кусты Оттуда вышел медведь Экстремальная ситуация Да Однозначно Ты что-то надо с этим делать Предположим Что ты не бил Ну у тебя нечего Ты просто убежал Допустим 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 Что ты убежал От медведя Допустим Знаешь что можешь сделать Молоток С собой Фанеру Он раз на тебя Когтями протыкать Ты ему быстро Когти загнул Молотком Да Допустим Допустим Что этого нет у нас Просто мы убежали Это рекламная шутка Да Я понял Вот ты представь Что случилась такая ситуация В лесу Зашуршали кусты Вышел медведь Ты убежал Негативный опыт Ну столкнулся с медведем Который очень агрессивно вел Значит в лес уже не пойдет Да Вот ты представь Что ты через месяц Идешь опять в лес Подул ветер Подул ветер Зашуршали кусты Ситуация идентичная Для твоего мозга Как ты думаешь Что он будет говорить Сваливать Ты помнишь Вот при таких же обстоятельствах Была такая же ситуация Давай не будем дожидаться Вот этой вот Экстремальной Мы будем уходить Что произошло В тот момент В первый раз Медведь вышел Да А здесь просто ветер пошел Так То есть Важный-важный момент Для себя Для всех отметить Галочку поставить Если Похожие обстоятельства Формируют Возможность Того Что какая-то ситуация Повторится То они минимальны И не нужно на них Реагировать Точно так же И с ними как минимум Нужно разбираться То есть Если кусты Засушали Это не обязательно Медведь Выйдет из них Понимаешь Потому что причин Причин много Потому что Еще раз говорю Я привел Как пример Но таких вещей С другими страхами Огромнейшая куча И ты Ты видишь Какая ситуация Что подсознание Если не разбираться С этим страхом Знаешь Как оно работает Дальше Он будет Тебе Вот ты столкнулся Опять ветер падал И ты убежал И он в какой-то момент Слушай Вот Ну нафиг этот лес Там столько Всякого опасности Помимо медведей Давай мы будем Вообще лес обходить И ты в эту историю Вовлекаешься Разрешаешь Этой историей быть И получается Ты обходишь Уже не ходишь в лес Потому что Случились такие обстоятельства И мозг Если с ним Общение Не разговаривать Не взаимодействовать Он может вовлечь Слушай Ну вот По большому счету Ты сидишь дома У тебя все есть Безопасно Нафиг тебе Куда-то вообще идти Потому что там Люди какие-то Страшные Там разборки Все остальное То есть если мы Не умеем Управлять И разбираться Своим страхом То Одна ситуация Может нас Завести В свою Живу раковину Где мы Будем бояться И трястись Бояться И трястись Притягивает ли Есть много мнений На этот счет Это событие Безусловно Повышает вероятность А что за механика Безусловно А мы Ты знаешь Такой трансферфинг Реальности Вадима Зеланда Все прослушал Ты знаешь Такой избыточный Потенциал То есть когда Возникает Важность Высокая важность Чего-то То Закон равновесных сил Стремится к ему Чтобы тебя Привести в баланс То есть если ты Что-то прям Безумно хочешь Оно либо Свершается Либо Он описывает Не нужно Слишком Совершенно верно Я тебе просто Сейчас Как раз Перейду Когда мы говорим Что нужно мечтать Нужно в красках И каждый день Представлять Наоборот Неправильно Нужно представить Я этого хочу И отпустить И отложить Совершенно верно Вот этот Мало кто об этом Говорит Каждый день Представляете Вы создаете Тем самым важность Вы долейше становитесь Вы как магнит Другой магнитизм Просто отталкиваете Эту историю Я тебе могу Сказать пример Привести Как работает Закон равновесных сил Самый классный Пример Вот ты когда Встаешь перед пропастью Наверняка стоял Какое у тебя Ощущение Я боюсь Туда прыгнуть Ты хочешь отойти Отойти Да Но если честно Бывает такое Что тебе и хочется И туда поддаться В общем Закон равновесных сил Работает Ему все равно Вот ты когда встаешь Ты чувствуешь От этого страх И он либо отдергивается Либо ты уже допрыгни То есть такое Знаешь Иногда бывает страшно Вот прям Даже подумать И представить Что ты вот Прям тебя вот туда Тоже вперед тянет И такой Не-не-не-не Я об этом говорю Что мысли пугают Что ты можешь Я прыгал с Баджет-джампинга И я понимаю Мне даже снилось Что я прыгаю И забыл Прикрепиться Этой резинкой Вот Закон равновесных сил Работает Очень просто Если какая-то Важность Подымается Страх Желание Ему Задача Равновесных Тебя успокоить Им все равно Либо ты прыгнешь Либо ты отойдешь Вообще все это Это все Страх 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 И попадешь В эту ситуацию Если Будешь Будешь Кормить Эту историю Интересно То есть И с этой точки Зрения Человек Который Действует По каким-либо Причинам Имея желание Поступить так-то И он Думает о том Что это Неправильно То тогда Это и станет Неправильным Соответствующим Потому что Страх Критики Страх Конечно Так и живот Получишь Выказание За это И он Везде Будет это Видеть И везде Это будет Притягиваться Будет даже Случаться Вот человек Он не такой Но из-за того Что Человек Думает Будет Настолько Простраиваться Что даже Как это Случайность Будет Происходить Вот такая А он Будет считать Что это Закономерно Понимаешь Что с ним поступили Вот так Интересно Вот Понимать этого мало Нужно же это использовать В жизни И вот Наверное Все эти Углехождения Самопреодоление Они в этом И помогают разобраться Они помогают Внутренне Создать стержень Самое главное Что каждая Из практик Помогает Выстроить Внутренний стержень Внутренний Стержень Это самобытность Как я ощущаю Себя в пространстве Это самое ценное Когда мы начнем Чувствовать себя В пространстве Это означает Появится точка опора Не на внешнюю Вот эту оборону Да А на внутренний стержень То есть Когда я прям чувствую Я вот уверен Я ощущаю на себя Чтобы со мной не произошло Да Я опираюсь на себя Да Я это смогу Я это преодолею Да Потому что я чувствую себя Да Я вот чувствую Вот эту внутреннюю уверенность Не внешнюю уверенность Когда у тебя много денег Какая-то внешняя защита Все остальное Она может в какой-то момент В связи Рухнуть И ты можешь остаться голым Перед опасностью Но когда ты опираешься на себя На свой опыт Когда ты понимаешь Что что бы ни случилось Это все меня только развивает Здесь возникает Очень интересный процесс Ты становишься Творцом своей жизни Ведь есть же Знаешь Позиция Хозяин жизни И жертва Жертва Это случается всегда Там не знаю Со мной Все самое плохое Мне наилучше Да А хозяин жизни Он У него мысль такой Что это все для меня Для моего развития Позитивный настроек Конечно Там все А я восстанавливаюсь И отдыхаю В кедровой фитобочке Быстро Удобно И голова снаружи Слушай Вот Как Не просто Обсудить это Допустим А дать Практические рекомендации Человек понимает это Если я буду относиться Ко всем К любым событиям Произошедшим в моей жизни Позитивно И знать Что это значит Можно так сказать Вселенная Значит Определила Что это для меня Наилучшее событие Как в этом Не сомневаться А вот это Хороший очень вопрос Я бы сказал Знаешь Что мало Просто где-то Это прочитать И понять умом Нужно Осознать А лучше всего Созреть Для этого Если мы Потихонечку Направляем Внимание Туда свое Кормим Мы Тем самым Созреваем Представь Что Вот эта вот Идея Виде умственная Или что Что я хозяин жизни Ты как семечко Закладываешь Внутри себя А дальше Ты начинаешь Его что делать Поливать А поливаешь Ты своим вниманием В этой жизни Ничего нету Кроме Нашего внимания Думать об этом Да Применять Применять Чувствовать Да Применять хотя бы Если даже Не получаться Не будет Это нормально Но ты Со временем Чувствуя То что люди Будут ситуации Происходить Похожие Да Которые может быть Будет проверять Кто-то будет говорить А потом В какой-то момент Сядет какой-нибудь Валера Бочкарев С таким же Внутренним состоянием И твое яблоко Оно созревшее Такое Мы будем Я буду резонировать То есть бить По этому дереву И это яблоко Оно что Оно упадет И тогда Аааа Вот оно Понимаешь Как оно работает Потому что Многие считают Хотят Это зеленое яблоко Сорвать Прочитал мысль И ты теперь Знаешь Это недостаточно Да, ты все равно наколешься, и появится ситуация, в котором ты словишь травму. И это будет, блин, а ведь это же так, а почему я же так? Потому что ты взял, доверился, но поступил неосознанно по отношению к своему доверию. Это значит, я не взял ответственность, что может быть по-разному. Мне сказали, и ты попытался это объять, а ты еще маленький для того, чтобы эту всю историю объять. А чтобы объять, нужно созревать к этому, то есть прочувствовать. Потому что, знаешь, есть такое состояние, когда ты, ну такое вот тотальное доверие, вот как раз тема, это доверие. Доверься, вот говорят, вот доверься. А что значит довериться? Вот есть люди, которые доверяют, а потом обжигаются. Что в этом не так? Я же ведь доверился. А я потому что доверился неосознанно, я не взял ответственность, что, возможно, такая и такая будет ситуация. Но когда ты созреваешь до того, что все, что со мной происходит, это все для меня, именно созреваешь, тогда вот и появляется этот объем. И что бы ни происходило, ты ретранслируешь внутреннее такое состояние, что с тобой происходят только фантастические вещи. Убеждение в том, что все, что произойдет вот сейчас, через час, завтра, послезавтра, это будет для меня наилучшим развитием событий, и уверенность в этом, она делает тебя более... Нет, ты становишься сверхчеловеком, можно так назвать это. Это непросто. Ну вот в нашем мире это типа сверхчеловек, а так это вообще естественно для человека. Когда, понимаешь, люди у нас в прорубь идут, да, там, не знаю, купаются, там, находятся в ледяной воде, там, более 10 минут, стоят на гвоздях по 6 часов, это кажется какой-то сверхспособностью. В самом деле это физиология, и здесь нет ничего. Ты во всем этом разобрался по каким-то своим личным причинам. Ты начал показывать людям, как бороться со страхами, как их, грубо говоря, анализировать и усовершенствовать в жизни какие-то свои возможности. Это через личный опыт ты сам для себя хотел разобраться и вовлекся в это так, что захотел делиться? Да, я могу сказать, что я распаковал себя, наверное, так сказать. Есть такое понимание, как души, которые, ну, такое слово есть, старые души, которые пришли сюда уже с каким-то багажом опыта. И им не нужно что-то там читать или это. Они могут, увидев, пообщавшись с каким-то человеком или увидев какую-то просто рекламу, взять и распаковать всю эту историю. И в данный момент я просто пришел, да, уже чувствуя, что во мне что-то есть, да, мне очень нравилась философия, психология. Мне изначально это нравилось. С самой молодости? Да. Я прям вот с самым, когда был прям маленьким, и потом, когда вот 16, ух ты, какая классная здесь оказывается, это есть, там, это, это, я просто удивился, что уже это написано, уже это есть. Я быстренько эту всю информацию как будто бы из себя распаковал. Понятное дело, что я сейчас некоторые вещи сейчас проживаю, увеличиваю опыт. Ну, то есть я же не гору здесь, не сижу и не ретранслирую, не святой, да. Но при этом вот те знания, которые я получил, я очень скептически отношусь к прочтению огромному, колоссальному книг количеству. Я считаю, что очень важен баланс между твоим личным опытом и информацией, которую ты получаешь. Чужим опытом. Да. И чужим опытом. Потому что чужой опыт становится твоим, ну, как бы сказать, еще раз говорю, когда ты его пропускаешь через себя, а не фиксируешь его только в голове. Понимаешь? Ну, мы об этом с тобой уже говорили. Когда ты прожил его и осознал, он становится как пазл в твою личную жизнь. То есть ты становишься твоей картиной жизни, а не просто прочитанным, красивым каким-то высказанием. Какие были примеры, может быть, интересные, люди на твоих глазах через прохождение по углям, через какое-то преодоление, менялись? Может быть, не сразу, может быть, также, да, в течение какого-то времени, но менялись кардинально и в чем? Какие изменения ты наблюдаешь в основном людей? У меня такой момент. Меня, бывает, приглашают на корпоративные мероприятия, чтобы провести тимбилдинг. Ну, что-то, типа, командообразующий. И когда... Это все в основе лежат вот эти... Да, практики, моя философия. Но я всегда говорю об одном. Я сделаю так, что каждый участник поработает глубинно со своим страхом. Но имейте в виду, если ему не нравится ваша работа, он уйдет. Это побочный эффект. То есть это, наоборот, как катализатор, да? Да, катализатор. Если человек терпел, так или иначе, он бы ушел. Просто я являюсь катализатором. Смелость признаться в себе, что это не моя жизнь, и я хочу другого, как раз и побочный эффект вот этого моего мероприятия. У меня огромное количество людей, которые... Ну, это один из почему-то примеров, которые как раз уходили со своей работы и начинали свой собственный бизнес. То есть руководитель, да? У меня было до смешного. Просто у меня пригласила... Меня директор по персоналу, знакомые познакомились тоже, вот как вот с тобой. И она сказала, Валера, очень крутые штуки, со страхом, но как раз нужно коллективом поработать, чтобы это... Я ей это объяснил. Сказал, что так и так, что будет вот этот процесс. Она говорит, отлично. Мне все равно надо будет... Зачем мне с этими людьми это, если они все равно уйдут? Ну, пускай. В итоге, через два месяца она уходит и начинает свой собственный бизнес. Чтоб ты понимал. Вот. И люди... То же самое и с разводом. Если вот прям таким моментом... Если человек тоже находится в какой-то... Созависимых каких-то отношениях, эти практики помогают именно тоже, как бы сказать, понять, а точно ли я нахожусь. То есть это некая смелость, внутренняя смелость, внутренний стержень. То есть, с одной стороны, они укрепляют. Да. Если... Если баланс скатывается в другую сторону. Да. Если я терпел, то я ухожу. Если это... Где-то я боялся признаться, раскрыться, я становлюсь еще ближе. То есть, у меня на мероприятиях, чтобы ты понимал, сколько я не проводил, люди становятся как семья. Вот. Как будто бы они сближаются. Потому что ты внутри коллектива проявляешь в себя свой страх. Мы же все ходим, как в скорлупе, боимся показать вот то, что мы боимся. Ну, этот страх. Потому что покажешься слабым. А у нас же это не принято. В России. Вообще в мире. Я тебе могу сказать, и это я просто недавно понял, вот эта вот душевная близость, то, о чем мы говорим, но она как будто бы далеко. Появляется только в том случае, когда, а, проявляется уязвимость, это как раз своя слабость, а с другой стороны чуткость. И тогда рождается близость. И это и в отношении, в первую очередь отношение между мужчиной и женщиной, один чуток, другой уязвим. И тогда появляется вот эта вот близость. Так же и в коллективе. А когда ты работаешь со страхом, ты проявляешь. Человек кто-то плачет, а с другой стороны поддержка идет. Вот и эта близость появляется. Коллективная близость, душевная близость. То, чем не хватает у нас. Потому что мы все субъектированы. Мы все ходим, как отдельно это. Нет, не надо, не трогайте. Действительно так. Потому что, когда ты бываешь в сложных ситуациях, и человек, может быть, даже не просто, не как-то там соучаствует, а просто видит и поддерживает тебя в сложных ситуациях, когда тебе там после гонки вырвать. Он становится ближе, согласись? Да. Может быть, ты его даже и не знал. Вот это может быть ответ даже на какие-то мои вопросы. Да. Я тебе могу сказать еще одну историю. Об этом никто не говорит. Страх, страх, он же появляется на какой теме? Появилась травма, это негативный опыт. Дальше скорлупа, которая защищает эту травму, это и есть страх. А есть двухуровневая защита, вторая, второй уровень. Это наше эго, которое защищает наш страх. Он говорит о том, что я, да я ничего не боюсь. Есть такие ситуации, бывают, бывают. Это двухуровни, но защищает эти два уровня только одно. Это наша травма, наш негативный опыт. Любое наше напряжение, эмоциональное напряжение. Тебе сказали в детстве, стой, не иди, или мало чего ты хочешь. Вот вроде бы мелочь, да? Не выпендривайся. Не выпендривайся. Куда ты лезешь? В смысле это? Мало чего? Вот это мало чего ты хочешь. Ну, то есть, я говорю, я вот это вот хочу. Вот это вот внутренний отклик, тело-то знает, и оно знает, чего оно хочет. Иногда ребенок, он говорит, я вот это вот хочу, а его зарубают. Ему тем самым, знаешь, что делают? Ему закрывает вот этот телесный интеллект, радость, вот эту тему. Вот то, что радостно, это как раз наше истинное желание. Потому что мы сейчас в данный момент, у нас атрофированность, чувство вот этого вот, а я этого хотел, хотел вот в детстве. Мало чего ты хотел, в голове появляется. Потому что мы делаем не то, что мы хотим, а то, что надо. Это такая еще отдельно глубокая тема, которая... Надо, причем не тебе. тебе. Конечно. А тебе надо для статуса, в первую очередь. Не для твоего, не для твоего статуса. А для душа из-за страха быть непринятым в обществе. Совершенно верно. Все правильно. Ты понимаешь, почему я занимаюсь страхом? Вот сейчас бы, куда мы ни сунулись, фундаментальная вещь это страх. То есть это такой стоп, который прям стоп, на котором все держится. Чего ты не занимаешься своим бизнесом? Ты все давно этого хотел. Боюсь, что ничего не получится, разорюсь и буду вообще без страха. Подам квартиру и потеряю деньги. А почему этот человек думает? Потому что он не знает, а кто я, я? Кто я есть? В чем моя уникальность? Каждый из нас, мы же ведь уникальны, в чем-то у нас есть расположенность. Как это понять? А вот в том, понимаешь, есть такое понятие, как рыба в воде. Ты можешь специально ничего не знать, ничего не изучать, но ты как будто бы все это интуитивно знаешь и понимаешь. Вот твоя уникальность. Ты понимаешь, что раньше в детстве ребенка прежде чем направить его, этим заниматься, родители не говорили, что ему делать, а смотрели, как он проявляется. Это же тоже искусство. Воспитание ребенка это искусство. Наблюдение за ребенком, что ему нравится и к чему он тянется. То есть прям разделение. Гуманитарий или это, он что любит? Думать, размышлять? Или он больше в творчестве? А дальше это все... Это отдельная интереснейшая тема. Это отдельнейшая интересная тема. И это называется, еще раз говорю, воспитание ребенка, я считаю, это искусство. И это нужно действительно выделять большое количество времени, если мы хотим, чтобы ребенок был полноценным и осознанным, а не вот такой немного искаженным. То есть даем конкретный совет молодым родителям при принятии решения, кем будет ваш ребенок. Он в любом случае скорее всего скорректирует потом, но зачастую уже родители выбирают опыт жизни, за него. Я тебе могу сказать по себе. Даже же он. Да. Я могу сказать по себе. До 16 лет мне говорили, что мне делать. И в 16 лет он говорит, ну все, Валера, давай, куда ты хочешь. Ну идти дальше, учиться. Я говорю, в смысле куда? До этого вы мне всегда говорили, у меня атрофировано желание выбора. У меня выбора не было. И так, понимаешь, многие живут, особенно дети, у которых большая опека. То есть мы детей делаем слабыми, когда пытаемся их полностью, как бы сказать, их выбор, их жизнь просто забираем у нее типа под какой-то колпак. А нужно раскрывать, нужно с ребенком постоянно общаться. Что он хочет, что он думает, как он размышляет. Если мы осознанность как можно раньше привьем вот это зерно, посадим внутрь, вглубь себя, и ребенок сможет уже начать анализировать и выбирать и говорить, я вот этого хочу, я вот туда вот хочу, вот это вот хочу. И вот направлять ему, помогать его, быть неким, не знаешь, не мамой, папой. Не запрещать, как всегда. Да, не мамой папой, как учитель, да, сверху, а быть товарищем старшим. Для своего ребенка. Родители ребенка есть, друг-друг. Да, друг-друг. А вот как часто, еще раз говорю, родитель может спуститься к своему ребенку на один уровень и общаться с ним на одном уровне, спрашивать совета, что он думает, как он считает. Что он хочет. Что он хочет. Но это же ведь тренировка мышцы. Ну, анализировать, анализ в жизни. Что сейчас происходит? Как вот ты себя чувствуешь? Что тебе нравится? Что тебе не нравится? Почему не нравится? А мышцы слов не понимают. Им нужны повторения. Да. Им нужна тренировка. Как не тебе этого понимать? Тренировать нужно все. То же самое и со страхом. Без тренировки этой истории. То есть один раз ты сделал, ты можешь там, нахрапом тебя убедили или это. Эту историю нужно натренировать таким образом, чтобы это стало твоей жизнью. Понятно. Чтобы подсознание согласилось с тем, что ты преодолеваешь, можешь. Ты умеешь это делать. Ты можешь это делать, потому что ты понял, как это работает. Как этот механизм работает. Ты его несколько раз проверил, протестил именно грамотно. Да, он при таких обстоятельствах работает так, при таких обстоятельствах работает так. Алгоритм для меня понятен. Теперь я управляю этой историей. Я умею ее управлять. Валер, у тебя большой опыт. И в этой теме много ребятам это интересно, это закрыто, это непонятно, это ненаучно, но в то же время очень практично. Посоветуй, что послушать, почитать, как побольше разобраться, что ты нащупал такого интересного, может быть, еще кроме тех практик, которые ты мне показывал. Но я на самом деле предложил бы, если мою книгу, да, почитать, потому что там как раз азы, то, о чем, вообще это моя книга, это мой ребенок, все, что мы с тобой говорим, я как раз простым языком не погружаюсь во все вот эти вот темы, и как раз пространство. Обязательно в описании напишем название, и ее можно будет найти. Ее можно в интернете спокойно найти. Я боюсь или думаю, что боюсь. Вот, чтобы я бы посоветовал, сейчас, понимаешь, мы находимся в таком интересное время, живем, вот прямо интересное. В чем оно интересно? А в том, что век логики, логики, рациональности, вот этого вот финансового благополучия, материального, оно уходит на второй план, а на первый план выходит чувствительность. Это ты видишь, что для большинства людей, или это для нас с тобой, вот мы нашли друг друга, мы этим интересуемся? Частота поля увеличилась. то есть, поле перешло, ну, сделало виток, это долго объяснять, и я не буду, я не тот человек, которому, наверное, будет вообще... Это вот что-то про 5D, вот это. Это что-то типа про 5D, но я это чувствовал. Я еще в 2020 году, когда об этом еще никто не написал, я уже просто почувствовал, и это, ну, в виде поста у меня он есть. Ну, то есть, я написал, что такое ощущение, как будто бы я нахожусь в новом доме, он не обжитый, непонятно, по каким обстоятельствам здесь все это, все работает. Вот так и есть. Так вот сейчас век, вот даже, видишь, программы, которые на ТНТ, это больше связано, даже появились, может быть в такой смехотворной теме, но именно обсуждают, именно духовный план. Всякие там дизайн, человеки, нотариальные карты, там всевозможные такие вещи, но которые связаны с глубиной, с твоей душой, начинают выходить как бы наружу. Пока в игровой, пока посмеяться можно. Вообще в мире или у нас в стране? Я вижу, наблюдаю только в нашей стране, но возможно это уже повсеместная история. На самом деле у нас был психолог, психоаналитик весьма известный, мы обсуждали статистику, идет бум вот этой психологии, интересующихся, интересантов психологии в США и на втором месте идет Россия. Класс. Да. Это все сопрягается с улучшением благополучия, состояния и только когда человек пусть по пирамиде Маслова закрывает все свои потребности, он начинает интересоваться духовным миром, психологией, все объясняется. Это да. Так было до 2020 года. Я согласен с тобой. А сейчас лично я, например, по-другому уже не могу. Вот как будто бы представь, что меня толкает. Я вот даже не могу просто посидеть, ну прям расслабиться. Меня просто вот так вот толкает, и Серий Валер, тебе нужно идти в глубину себя. Нужно прям меняться, иначе ты просто тебя, ну, перемолят. Вот как вот это чувствую я, серьезно говорю. Это движет тебя в саморазвитии. еще быстрее. То есть меня, раньше меня очень легко можно было отвлечь всякими интересными штуками там где-то там поиграть. А сейчас у меня все внимание, оно направлено именно вглубь себя. И я тебе могу сказать не только это. Вокруг меня окружение, я вижу, как оно меняется. Чем оно начинает интересоваться больше, куда оно идет. То есть тема и страха, особенно, еще раз говорю, это чувственности. Вот чувствовать себя, свое тело. Еще раз говорю, вот ты запомни, эмоциональный интеллект, он только недавно появился. Вот поверь, телесный интеллект, он сейчас начнет проявляться больше. И телесные практики, те самые, которые мы с тобой проходим, они через тело как раз очень хорошо разработают, развивают. Потому что тело, душа, дух, психология, мозг, они соединены. Нету одного и другого. Можно работать с душой, с духом, но это что-то аморфное. А можно работать с телом. Тело, оно понятное для нас. Вопрос только в том, что нас не научили его чувствовать. Оно огрубело. Ощущения, они грубые. И чтобы ты почувствовал что-то на психологической основе, мне нужно тебе гвозди дать. Понимаешь? Мне нужно создать тебе такую эмоцию, чтобы тебя пробило. Но, к сожалению, вот это так. Потому что иначе мы вот в такой некой скорлупе находимся. Справедливо ли выражение в здоровом теле здоровый дух? Связано ли это? И может ли быть здоровый дух в нездоровом? Сто процентов в здоровом теле здоровый дух. Если тело искажено, значит, есть какие-то искаженные моменты в психологической платье. Сто процентов. Тело отражает в нездоровом. Сто процентов. Вообще сто процентов. В этом я даже уверен. Я даже не буду говорить девяносто девять процентов. И если есть какие-то сигналы, а боль, еще раз говорю, это сигнал теле, нужно не подавлять, не бежать от боли, а смотреть первопричину появления этой боли. потому что мы зачастую работаем со следствием, а многие берут, что делают, просто живут на обезболивающем. Подавляют этот сигнал, понимаешь? В прямом или переносном смысле? Просто в прямом смысле. Есть такие люди, которые живут просто на обезболивающем. То есть задача их убрать вот это чувство просто боли, искоренить. Ну, это же можно и на жизнь экстраполировать. очень много проблем, которые не решаем, а которые просто от которых уходим. Понимая, что это временное решение, нужно разворачиваться и решать. Послушай, я тебе могу сказать этот рассказ, мне очень нравится. Куда бы ты ни ушел, да, от чего бы ты ни ушел, проблема заключается всегда и остается одной. Куда бы ты ни шел, ты везде берешь себя. То есть люди переезжают в другие страны, убегают от чего-то, все равно догонят. Все равно своим багажом проблем, страх. Да. Никуда не убежишь. Никуда. Никуда не подальше. Всегда не убежишь, да? Вот я говорю, проблема всегда, куда бы ты ни ушел, ты везде берешься. Поэтому, если только ты решишь эту проблему у себя, тогда только ты с ней побоишься. Я тебе могу сказать, что и не просто у тебя мир станет другой. Мы все равно как ни крути творцы своей реальности. То есть заметь, когда тебе хорошо, как ты воспринимаешь мир? Ты рад, ты позитивно воспринимаешь А как ситуация? А ситуация бывает, сразу же какие-то становятся какие-то такие радужные. И люди вокруг. И люди какие-то лучшие. А как не назвать себя Богом в этот момент? Ну что ты творишь, ну фактически реально, если вот оно так вот проявляется. А ты вот представь, что эта история была бы для каждого человека на пермоментной основе. Тогда бы жизнь у нас была бы совершенно другого плана. каждый из нас... Как минимум меньше было бы, да? Было бы того, что происходит сейчас. Тревоги, злобы, агрессии. А следствие. Понимаешь, злоба, агрессия это же ведь следствие. А первая причина это отсутствие любви. Каждый из нас стремится к счастью, к любви к самому себе и окружающим. И того, что мы не испытываем, мы хотим показать через злобу или там «Да увидьте меня! Вот я здесь!» Вопрос с точки зрения предпринимателя. Мы не можем повлиять на людей и мировосприятие людей в мире, в стране, в городе, в районе. Но, например, в компании что нужно сделать, чтобы люди в твоем непосредственно близком окружении, в твоем офисе стали более удовлетворены, рады примером? Еще раз, что окружается внутри это показатель того, что у нас есть снаружи. Вот просто. И такая же ситуация происходит. Если ты, еще раз говорю, люди говорят, что тебя не ценят, тебя не ценят руководителя, возможно, руководитель не ценит себя просто. Если бы он ценил себя, он знал бы ценность себя, и тогда бы это проявлялось бы. И таких примеров много по всем остальным показателям. Если есть какая-то жестокость или что-то это, это означает, что человек... И всегда ответ один и тот же. Если мы хотим что-то внешне изменить, надо работать самим собой. Люди — это просто индикатор, показатель того, что у нас происходит внутри. То, что мы видим, что происходит в нашей реальности за рамками меня самого, это просто показатель, оценка моей работы с моим внутренним я. А есть логическое объяснение? Ты выбираешь людей, с которыми хочешь взаимодействовать, в какое окружение двигаться, с кем идти, с кем не идти, приемаешь решение ты. Да. Ты создаешь свою реальность. Почему говорят, что если ты хочешь развития, то выбирай людей, которые движутся вперед. Зачастую мы выбираем наоборот. И так же даже в отношениях происходит. что мы выбираем абьюзерные отношения не потому что это, но потому что нас когда-то в детстве так же мы просто по-другому не умеем. Ну, не знаем мы как это. В смысле, обо мне будут ухаживать или все, если я привык вот именно вот к таким отношениям. Ясно. Как ты относишься к алкоголю? С пониманием. Я, еще раз говорю, не человеку. Знаешь, есть люди, которые прям категорически против. Мы столько что с тобой поговорили про баланс, про золотую середину. Я понимаю, на что направлен алкоголь. Алкоголь, он помогает в определенных случаях, когда по-другому ты уже не можешь справиться. Бывало у меня в жизни, я все могу сказать такое, что алкоголь меня реально спас. То есть расслабляет. Да. Мозг, в первую очередь мозг. Если мы не умеем расслабляться по-другому, а как расслабляется? Это медитация, это какие-то растяжки, какое-то занятие с каким-то спортом. Почему люди уходят в спорт и он заменяет алкоголь? Оно действительно так и бывает. Потому что твое внимание переключается и ты можешь... Плюс коктейльчик там что-то выделять. совершенно верно. Ну, то есть какая-то гормональная история с эндорфином связана так или иначе. Есть, существует. Но бывают ситуации в жизни, когда нужен простой решающий момент сейчас. И алкоголь это самая простая история, которая может помочь. Но проблема не в алкоголе, а в чем? А в привычке. Потому что многие подсаживаются на эту историю. И это не связано только там с алкоголем. Это связано и с едой. Мы едим не потому, что нам нужно есть, а потому, что мы привыкли вкусно питаться. Отсюда у нас и ожирение, и отсюда у нас и болезни всевозможные. Потому что мы питаемся правильно, а мы питаемся как бы как. Плюс есть страх, что вернутся те времена, когда был какой-то период жизни голодной. Я тебе могу сказать, что у меня это такая тема. И у меня так же. Я просто жил, мы с тобой одного это, и жили в 90-х годах, и отследил за собой такую штуку, что я, когда иду в гости, мне надо не обязательно покушать. Потому что у меня в голове что я приеду, и меня не накормят. То есть я ем, когда выхожу в гости, и когда прихожу, меня заставляют есть. И это я отследил лично сам. Вот это по-авторам поведенческие. Для меня это про что? Про безопасность. Понимаешь? Причем не это же внутренне подсознательное уровень. Ты же понимаешь, что в любой момент вероятно тебе... Ты видишь, проблема заключается не в том, что сознание. У нас есть подсознательные процессы, наше подсознание нами управляет, исходя из предыдущего опыта, который получил. Почему вот этот момент? Все, что в нашей жизни происходит, оно бесследно никуда не исчезает. Оно все именно в виде твоего опыта складывается в коробочку и вырабатывает автоматические паттерны поведения. Все только для твоей безопасности это существует. Но они настолько иногда примитивны и устаревают эти модели поведения, что они не работают в этом и только могут мешать, а ты этого не осознаешь. Так вот, наша задача дойти до такого состояния, чтобы уметь со своим подсознанием общаться на ты, а не на вы. И это возможно. Так, воспринимаем стража, о котором ты говоришь, которого ты называешь страхами, как друга, которому можно прислушаться, но совсем не обязательно слушаться. Да, это как раз первая ступень к тому, чтобы подружиться или наладить прямую связь с своим подсознанием. Потому что можно довести до такой степени инстинкт самосохранения, чтобы его, представляешь, в любом, даже безопасном случае, чтобы он проявлялся. То есть это фактически сверхсила в любой момент, то есть гормональный выброс в любой момент. Ну это же просто какая-то фантастическая история мы с тобой говорим. Не только в экстремальной ситуации. представляешь развитие каких-то событий и это работает. Да, представляешь? То есть это может быть какое-нибудь решение, какой-нибудь задача. Многие в это могут не поверить, но с другой точки зрения, представляя обнаженную девушку и какие-то, например, прелюди, ты же возбуждаешься. Да, у тебя появляется краснота, но это получается, видишь, это получается неосознанно. А если бы мы сознательно умели управлять этим, ну ты представляешь, как это было, можно было это делать? Механизм тоже тот же самый. А? Механизм тот же самый, мы просто не знаем, на какой рычаг давить. То есть мы вот сейчас говорим про телесный интеллект, а что это такое? Что значит чувствовать свое тело? А я его что, не чувствую? Вот мне и моя шумка. Активировать его в нужных парадиках. Да. Послушай, оно каждый раз, вот каждую секунду говорит с тобой. Ты в смысле говорит. Оно говорит, например, вот, а что я хочу? Оно говорит в виде радости. А как, если ты подавлен вот это чувство радости, если тебе с детства сказали мало чего ты хочешь? Тебе внедрили эту идею раза три-четыре. Ребенок, один раз я хочу этого, второй раз я хочу. Мало чего ты хочешь. В итоге, что? Ты слово «хочешь» — это, ну, то есть вот эта установка, что именно «хочешь» — это не в этой жизни, и это не про меня. А вот именно что «хочешь» — это и есть ключ к твоему счастью. То есть умение распознавать, что действительно мое — это внутренняя радость, расположенность к чему-то. Я это, знаешь, сейчас, в данный момент просто поливаю, возрождаю, когда я понял и осознал, я теперь вот это... Захотеть и сделать это. Да, и не только захотеть, чтобы радость пошла еще. Вот, знаешь, бывает, вот чего ты хочешь, ну, просто это, а тут видишь, чувствуешь эту радость. Вот это действительно мое, я действительно хотел. Даже сейчас, когда у меня появляется радость, я фиксирую этот момент, считаю, да, вот сейчас у меня пошел посыл, отклик так называемый на вот эту историю, надо подумать, почему мне сейчас так хорошо и мне так хочется. И вот я здесь момент разбираю, что хочет, моя хотелка или это действительно мое. То есть я вот это... А как ты вот это... А вот этот процесс как раз этого внутреннего эксперимента. Нужно чуть-чуть... В этом нужно пожить, почувствовать, с вами здорово посмотреть. Конечно, конечно. Какие-то глубокие вещи. Это очень глубокие, очень глубокие, интересные вещи и очень непростые. И я просто не всегда могу донести, потому что я сам... Посмаковать, так сказать. Да, я сам нахожусь в этом эксперименте, назовем это так. То есть я сам наблюдаю за собой, но это самые ценные вещи. Это как раз то, что ценно сейчас в наше время. Если в конце так немножко подвести итог, то мы поговорили не только о страхах, а очень так широко. И, может быть, у тебя осталось желание поделиться чем-то своим каким-то опытом, просто какой-то информацией с ребятами, вот вне тогда моих вопросов, чего я, возможно, даже не знаю и не могу задать, да, этот вопрос наводящий. У тебя есть возможность. Мне задают часто вопросы на тему «Валерий, какие вот ты бы советы и хочешь, не знаю, дать или сказать?» Я всегда отвечаю похожими словами и сейчас тоже хочу сказать. Если бы я мог давать советы, я посоветовал бы две вещи. Первое – это быть честным перед самим собой. Мы об этом не говорили, но именно честность перед самим собой позволяет внутреннему росту. Мы можем находиться в неком духовной какой-то там духовности, но понимать, что… но не понимать, что это болото. Именно честность перед самим собой она даёт возможность расти. И второе – это осознанность. Вот осознанность, повышать уровень осознанности по всем аспектам. То есть понимание, где ты находишься, куда мой шаг приведёт, а главное – брать за это ответственность. Вот брать за это ответственность – это взрослая позиция по жизни. Вот эти две составляющие, они помогают тебе каждый день расти. Ты можешь сформулировать про осознанность? Очень много сейчас дискуссий. Все говорят, нужно быть осознанным. Но не все понимают, что на самом деле это значит. Немножко можешь пояснить какими-то простыми, но очень ёмкими фразами, словами, что такое осознанность? Как понять, что ты осознанный или ты только думаешь, что ты осознанный, но не кайфирует? Если посмотреть Википедию и остальные, ну, как бы сказать, справочники, осознанность – это состояние здесь и сейчас. Вот когда я задаю вопрос, насколько часто мы бываем здесь и сейчас, ответ всегда такой, очень редко. Тогда вопрос, зачем говорить про осознанность? Я вкладываю в осознанность это не просто пребывание здесь и сейчас. Пребывание здесь и сейчас – это самый высокий уровень осознанности. Осознанность – это когда ты понимаешь, что происходит сейчас с тобой, что ты сейчас хочешь сделать, куда это тебя может привести. Это такой некий рациональный подход причинно-следственной связи. То есть, как в шахматах ты делаешь ход? предусматриваться. Совершенно очень хорошая аллегория. Именно шахматы. А главное, когда ты ходишь, ты берешь за это ответственность. Если ты вот отпустил, есть, Взялся, ходи. Не взялся, отпустил, да, взялся, ходи. Вот взялся, это значит взял ответственность. Ты должен понимать, и когда ты сходил, и если он привел к какому-то опыту, по идее, по-хорошему, ты должен предвидеть, что это тоже возможно. И я брал за это ответственность. называется шаг осознанный. И хорошая аллегория шахматы у меня второй развед, и я понимаю, о чем ты говоришь. Будем заканчивать. Беседа была весьма интересной, увлекательной, и я думаю, что в случае какого-то интереса обоюдного мы еще увидимся и походим и поговорим. Да, мне очень благодарен, что ты пригласил. Мне очень интересно было. Мы так, сколько у нас, полтора часа пролетели, как вот... Ну что, ты приготовил нож. Ну, я приготовил, да, инструменты, которые... Понимаешь, говорить мы можем сколько угодно, но если мы возвращаемся опять же к страху, это чувство, вот этот вот страж, появляется всегда в экстремальной ситуации. И вот наша задача, первое, почему я это даю и делаю, чтобы человек соприкоснулся, почувствовал, осознанно почувствовал, я ему говорю, сейчас возможно, вот появится вот это вот чувство. Это же тоже про тело. Ты вот видишь, и сразу тело тебе говорит, и на уровне эмоций, может быть, это сигнал. Такие уже представляют. Да. Я немножко... А ты представляешь еще, и становится более красивая картина, все ярче. Сразу же, возможно, эмоции подключаются какие-то. А здесь уже момент, умеешь ли ты управлять эмоцией, сможешь ли ты успокоить, обнулиться, да? То есть как бы не сделать так, чтобы эмоции не завладели. Потому что самое страшное, когда инстинкт самосохранения, вырабатываемый гормонами, наверх накладываются эмоции. Вот как представьте, у тебя меч, который выдается в виде, ну, вот этой гормональной системы, позволяющей тебе как-то работать со страхом, а ты ее вот так вот машешь в разные стороны, эмоции позволяют. Ты не управляешь, ты можешь навредить и людям, и всем им себе. Да, хороший пример. Холикой. Вот. Поэтому здесь наша задача, первое, умение увидеть этот страх, а дальше умение осознанно с ним взаимодействовать. Если я это говорю, что в данный момент расслабься, прими, проживи, потому что самое главное, вот мы говорили, помнишь, про травму? Есть такое высказывание, очень классное, я не знаю, говорили, мне говорили, травма — это порожденное напряжение. Напряжение, не говорили, да? Вот напряжение, то есть эмоциональное напряжение, мы что-то увидели, столкнулись, страшно, больно, или что-то такое, нам сказали. Это напряжение возникло, это боль, негативный опыт. Так вот, напряжение — это движение, которое по какой-то причине не состоялось. Вот такое определение есть напряжению. Это движение, которое по какой-то причине не состоялось. Так вот, наша задача, это вот эта дамбочка, она в виде эмоционального сигнала переходит как раз в тело. чтобы убрать, чтобы убрать, этот дамбу разрушить, то есть, чтобы это движение прошло. Если я боюсь, мне нужно, не нужно зажиматься, мне не нужно, а мне нужно пропускать, мне нужно проходить, продвигаться туда. Что конкретно будем делать? Мы с тобой сегодня будем, буду бросать тебе нож в живот, большая просьба не повторять это в домашних условиях, потому что есть определенные нюансы. И, наверное, походим по стеклу. Слушай, нож, ведь в кино показывают постоянно военные или там Рэмбо вытаскивает нож, вот как у меня здесь, и бросает его у человека, сразу же втыкается этот нож. Да, но это же фильмы. И чтобы воткнуть в тебя нож, мне нужно приложить очень много усилий, мастерства и всего остального. Это нужно мне как раз придать очень правильно, резко, и это все остальное. При определенных обстоятельствах это безопасно. И задача мне не показать, в каком уровне будет нож втыкаться, не втыкаться, а работать с твоими убеждениями. Раз. И работать с твоим страхом. Два. То есть я убеждал, что он причинит мне физическую боль. Нет, он, я тебе говорю, что это для тебя безопасно, и ты мне веришь, как к человеку, который опытный. Но в подсознании остается. Есть сигналы, которые говорят небезопасно. Так вот, как раз с этим и надо работать. Я боюсь, что я рефлекторно могу. Да, ты можешь рефлекторно, ты можешь забояться, ну, может быть, какой-то по ним появится страх. Ты можешь какой-то, нет, стойте, не надо, не надо. То есть страшно столько будет в этот момент сильнее. Я уже тебе говорю мысленно, подожди, подожди. Подожди, подожди, да. А задача как раз умение довериться, рискнуть и все это сделать осознанно. Хорошо, приступаем. Да. Ну вот смотри, ножик, да, тяжеленький. Давай проверим, как он работает с... Вот. Тут зашло прямо наполовину. Ну, давай проверим теперь, что плотнее, дерево или твой живот. Так, инструкция, живот расслабить или напрячь? Какая, говорит, да, нужно обязательно расслабить. Если не расслабишься, будет то же самое, что с деревом, только в этом случае, как в масло войдет. Нормально я, кстати, поработал с нагнетанием? Да, да, нормально. В общем, есть такое высказывание, быть счастливым, несмотря на что, ты же знаешь его, да? Да. А есть, это же не все высказывание, есть продолжение у него. Быть счастливым, несмотря ни на что, может каждый, а ты попробуй быть счастливым, смотря на все. Смотря на этот нож? Да, поэтому ты не закрытыми глазами, а будешь смотреть именно прямо на этот нож и чувствовать все, что происходит. Да. Смотри. А настроиться там? Сейчас, вот, тебе подушку. Твое, именно, да, именно самое главное, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, вот для тебя должно быть. Помнишь, мы говорили, опять же, про телесно-эмоциональный интеллект, это как раз про чувствование вот этого внутреннего ощущения, вот гормональной темы, да, как вот прям работает. хочу обратить внимание, что пульс 90. И задача максимально это расслабить живот. Посмотрим, как ты управляешь своей... все? Все? Спасибо. Поздравляю. Как ощущения были? Ну, сердцебиение уже 98. Ну вот. Ну вот эта практика, она как бы простая, но она связана непосредственно с самым большим асостратом. то же ощущение перед шагом на угли было. Да. Понимаешь, еще раз говорю, что дает эта практика, это работа с, в первую очередь, с неизвестностью, да? Мы шагаем, вот этот первый шаг, мы же не знаем. И неизвестность, говорят, что это один из самых больших страхов. Но на самом деле неизвестность, это не страх, а первопричина появления всех наших страхов. Ну вот учитывая, что я доверяю тебе, мне было интересно, интересно, да, страшно, но интересно, что же в итоге будет, как же так он не проткнет там, не живот. Да, но это тоже физиология. Все, что мы делаем, это физиология, а все, то, что люди интерпретируют, как что-то невозможно, или это, это уже люди. И как раз, что дают эти практики, они работают с нашими убеждениями. Если ты сделал одно, второе, ты думал так, а на самом деле так, то сколько еще в жизни у тебя, что ты думаешь. Всего интересного. Да, что ты думаешь вот так, через страх. Вот именно об этом я думал, я просто это, наверное, не озвучивал, но эта мысль и рождает интерес действительно узнавать что-то новое, экспериментировать. Вот ты спрашивал у меня тогда, а что люди как раз вот получают. Они пересматривают все свои установки и начинают делать то, чего, что они, да, боялись. Они начинают, то есть жить, считай, на полную катушку. И в этом есть ценность. А если я еще с подгрузом, что не надо теперь бежать, там, включать режим Бога, там, везде это, а делать это осознанно, тогда это делается именно в умении чувствовать себя, насколько это мое. Это же ведь красиво. Да, Да, столько экспериментов. Спасибо. Человек создан для того, чтобы жить и развиваться в обществе. Именно общение способствует, вдохновляет нас двигаться вперед. Я верю, что наше интервью делает кого-то на шаг ближе к успеху. Поэтому создал сообщество «Спортивные предприниматели». Добавляйтесь по ссылке в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова